Доброе утро, мои самые дорогие, любимые зрители, люди, которые поддерживают меня, любят, возможно, не любят, но вы рядом, и я вам за это очень благодарна. Новый влог на этом прекрасном канале. Здесь, значит, я разбираю посудомойку, приготовила рис, убралась в квартире, потому что сегодня приезжает мой муж. Пока завтракаю, расскажу вам. Он был в Китае, в двух городах, путешествовал со своими друзьями, это наш первый опыт. Вообще жизни раздельно вот так, потому что было уже такое, что я уезжала, а он оставался дома со всеми нашими животными, бизнесом и так далее. И вот первый опыт, где я именно была здесь, а он путешествовал, и хочу поделиться немного, как это было и что я для себя поняла. Надеюсь, вас не смущает моя простуда под носом после ковида, иммунитета слаб, и появилась такая вот болячка. Ну, я ее уже вылечила, осталась небольшая корочка краснота, меня она не смущает, надеюсь, что вас тоже. Ну, во-первых, это однозначно позитивный опыт, несмотря на то, что у нас сейчас большие трудности в нашем бизнесе, мы проходим такой сложный этап трансформации, когда нужно менять, вообще убирать все старое и делать полностью, отстраивать все новое. Это требует огромных сил, огромного терпения, выдержки финансов в том числе, каких-то отказов в моменте себе, в пользу развития своего дела. Я же, несмотря на это, все прошло хорошо, потому что время наедине с собой для меня было, оказывается, очень нужно и важно, потому что в это время, в эту неделю я приняла столько важных решений, столько осознаний, столько в моей жизни поменялось, что если бы этого не было, я даже не знаю, как бы я жила дальше в свою жизнь. И первое осознание связано с моим питанием. Я не знаю, поймут ли меня, но, надеюсь, кто-то хотя бы один человек поймет, напишите обязательно об этом в комментариях. Когда ты долго живешь с человеком, ты подстраиваешься под его пищевое поведение, то есть ты ешь тогда, когда ест он, потому что это становится частью вашего даже досуга, то есть вы за ужином, за завтраком, за обедом проводите время вместе, и ты, либо твой партнер подстраивается под твой тип пищевого поведения, и от этого твое питание становится не интуитивным, таким, как надо твоему организму, а, ну, приспособленским каким-то. И за эту неделю я вообще узнала себя, что, оказывается, мне вообще надо, знаете, сколько еды? Вот столечко! Я могу питаться, как мышонок, мне вообще, оказывается, не нужна такая прям еда. Я всегда пичкала себя едой, вот я не хочу ужинать, ну, надо же поесть, надо поесть, положила, поела. Но я не хотела этого, и я понимала, от этого у меня все время были отеки, у меня прям была тяжесть, у меня мог болеть живот. И вот за эту неделю я питалась два раза в день. Завтрак у меня был не сразу, как я проснулась, то есть не так, что так, все, как у нас обычно бывает, мы встали, проснулись, собрались, позавтракали, поехали. Нет, я завтракаю, когда я захочу, я могу захотеть завтракать. Вот сейчас время 11.13, и я еще не завтракала. Я проснулась рано в 7, ну, я не хочу пока кушать, искренне, ну, я не хочу. И, конечно, нам нужно будет этот момент вдвоем проработать, чтобы мы не привязывали приемы пищи к какому-то досугу. То есть прием пищи — это подпитка для своего организма. И у нас организмы разные, и время это тоже может быть разное. Нужно искать другие варианты проведения времени вместе, чтобы это не был только прием пищи. И я узнала, что я люблю есть, что я не люблю, я убрала какие-то РППшные вот эти все истории, что продукты должны быть здоровыми. Я питалась здорово полгода, полгода я питалась как надо. И это было ужасно, у меня постоянно были вот прям отеки ног, мне чувствовалось я некомфортно в этом весе, мне прям было не очень, у меня была тяжесть в животе опять-таки, хотя я ела как надо, как мне сказал нутрициолог. Но, блин, эту неделю я питалась как я хочу, я ела, например, что я ела? Я не ела на завтрак, как обычно, там йогурт с гранулой, что-то вот такое. Нет, я могла поесть на завтрак просто гречку, просто картошку, блин, просто салат со свеклой. И я вот хочу, я это ем, и оказывается, что когда ты так питаешься, ты получаешь удовольствие больше, твой организм получает удовольствие больше, чем когда ты питаешься как надо. И это открытие, я так благодарна этому времени за то, что я для себя это поняла. Я могла не ужинать, я могла поесть крайний раз 4-5 часов, и мне искренне не хотелось больше есть, я не засыпала, знаете, с этим урчащим животом, я чувствую голоду, я с утра сразу не просыпалась, мне не хотелось есть, и вот как-то ушло от меня вот это, вся рппшная вот эта история, культ еды пропал. Это так круто. А еще я очень мало денег тратила на еду в целом, вообще очень, очень мало, мне надо еды в целом, экономию. Гуляем с нашим малышкой. Второй инсайт связан с режимом дня. Что оказывается, я просыпаюсь очень рано. Этой неделе я вообще не ставила будильник, я просыпалась в 6 часов. Где-то 6, 7, 8 часов. До 8 часов я точно просыпалась, и мой режим складывался таким образом, что я открываю глаза, сразу беру телефон и делаю рутинную работу, потому что потом мне суперлегче жить свой день, это спокойное, размеренное утро, потому что я проснулась. Во-первых, мне снятся сны. Мне снится очень много снов привязкой к реальной жизни. У меня во сне крутятся какие-то идеи, планы. Я просыпаюсь, и мне, вы знаете, сразу надо это сделать. Потому что если сейчас я это не сделаю, я это забуду и не сделаю уже никогда. В каком-то вдохновленном состоянии просыпаюсь, и все, я сразу делаю работу. Например, что я делаю? Я делаю истории сразу для магазина. Я, например, пишу каким-то партнерам. Я продумываю какую-нибудь стратегию, там план на день накидала сразу. Все, я это сделала. Это получилось круто, кайфово, у меня уже все заготовлено. Мне не надо об этом переживать, и я могу, в принципе, жить свободно, спокойно свой день. При этом я поздно засыпала. Вот сегодня я проснулась в 8, а уснула в 2.30. Но до 2.30 я не лежала, не смотрела, не тупила сериальчики. Я переделала вот такой пласт работы, который... И вообще, мне кажется, это же заместнее дело. Потому что вечером у меня тоже вдохновение перед сном, и оно в кровати. И это так круто, когда тебя никто не подпинывает, типа, все, давай спать, и так далее. И ты ведь этой установки сама себе в голову навешала. Ну, то есть я... Данилу и так никогда не говорил, но вот этот факт того, что я вот так могу, вот так умею, и мне так прикольно, и мне так нравится, это, конечно, изменило мою жизнь к лучшему. Что ж, я уже увидела, как машину-мужа завернула в подвор. Значит, он скоро придет. Соскучилась. Соскучилась для неделька, хоть и было бы хорошо, но вместе лучше. Кстати, у меня сейчас очень хороший тон лица. Не знаю, с чем это связано. Может, от того, что я такая более отдохнувшая, несмотря на вот эту вот балетечку, если ее так прикрыть, то очень классно. Я покажу вам похоже, чем я пользуюсь, чтобы личико было такое чистенькое и светилось. Это я из будущего, и знаю, что вы сейчас только начинаете смотреть влог, а это уже ты научишься. Но не забудьте поставить палец вверх, потому что именно пальцы вверх, ваша подписка и комментарии помогают каналу продвигаться и показывают ютубу, что я вам интересно. Поэтому продолжайте смотреть это видео. Надеюсь, оно поднимет вам настроение. Ну что, Майкл, все подворяется. Да, это он. Это он. Ура. Стоп. 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 Кто там? Кто за 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 там? Это Стоп. Это он. Это он. Это он! Сейчас, сейчас! Сейчас, сейчас! 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 Сейчас сначала я! Смотри! Ручка! Поставь! Поставь! Майк, я только хотел спросить, почему Майк не лает? Давай, качки! Включи! Что у вас такое? Фиолетовый! Давай, люби его! Он скучал! Привет, привет! Он худой, не ел! Коска, коска! Привет, котя! Следующий момент связан с запрещенной граммом. И это прекрасно в социальной сети, потому что мой контент изменился. У меня пропало стеснение снимать больше свою жизнь, больше рассказывать о чем-то даже там личном, подснимать какие-то красивые кадры. Хотя, тоже, откуда это? Я не понимаю. Мой муж никогда меня не, там, стивал за то, что я это делал. Он, наоборот, всегда поддерживал. Говорит, давай, круто! Он поддерживает мой YouTube-канал. Но почему-то, когда я осталась наедине с собой, возможно, просто у меня пропали какие-то отмазки. И я начала это делать. И мой контент изменился. Он стал таким интересным. И я увидела, ох ты! Оказывается, мне есть что показывать. Оказывается, моя жизнь не прикольная. И это здорово. Вот этот чемоданчик. Ого, какой он плотный! Вау! Показывайся! Тоже ваш? Успаковка. Ножницы. Икея. Прям хорошие такие. Угу. Так, это ваш кардиганчик. Ого! Я реально думала, он будет вообще капец каким тоненьким. Он вообще очень теплый. Майки! Поезд, он? Что скажет. Реально красиво, просто. Такое огромное. Может, этого товарища без сахара? Скрыто алкоголка? Да, я же кушал ее. Сколько там штук? 320 грамм, ничего себе. Красиво у меня. Так. Вауу! Смотри, я три куплю. Потому что нафиг целое ты купил. Так как. Так как? Выберешь, чтобы меня. Тебе. Икеа! И блинные печеньки. у меня же домики, да? чипсики купил ребята, смотрите а это лейс лейс с авокадо фокус, поймай и беконовые, красные я труфель не стал брать, потому что они будут не очень вкусные офигеть а это, видите, как разрисовывать пасточкой потом ну это не все вот тут сейчас еще один будет так ты чай, хочу показать? да, это чай, очень хороший чай охренеть, какой огромный это, врача, тащит упаковка 175 еваней, по-моему, стоила 900, короче, почти, да? он не пахнет он так не пахнет, но его заваривать нам нужно прям омолаживающий, заранавливающий свой омолаживающий, привет омолаживающий, привет это заключение организма это подарок тебе еще все прекрасное, видел? да вау это ты распакован? нет, они так и были упакованы там в кокере там как в столовой о, сумка икея? да, это 5 купил потому что он там все покупал еду на кампус ему она вот и не нужна была и поэтому если нет хоро... какая поварешки вот эти, которые ты и хотела ваше сковородочке это то самое да, ну мы потом просто соберем их да вы ножницы надо открыть давай я большая новая а, да не помню эту штуку они стоят капюш мне все там скидывало, все помните так, банки соус для фикателек так, эти вот штучки ой какие они крутые я надеюсь что он приехал это из икеи это какой то швейцарский это чай это немецкий он продавался в икее понятно но дай мне в душе по кошечке а сколько здесь 22 на украине его 22 вообще не бывает на 31,2 на календаре не всегда на меньшее количество его 22 это как на каталлическое рождество там всегда может быть 31 офигеть спасибо пакеты вакуумные ухи тяжеленькие сколько у тебя чемодан был килограмм у нас два чемодана с андреем 33 килограмма всего он намного больше чем я купил соусница вау так открывается нет нет вот тут нажимаешь и оно должно так открываться вот офигенное качество какое вау вот да ну палочки ну палочки которые ты любишь тоже авокадовые мачо это мачо да мачо клубничка ух ты люди такие милые ого он тоже такой большой теплый смилашка ой какой он приятный вообще классный я не доел потому что они оказались какими-то не солеными а сладкими кальмары да они оказались какими-то сладкими попробуем да конечно вау так и тканье ваша покупочка для вас мммм вау ручка вот твоя а че да будет 700 рублей да ну да примерно все получается и спать мне уже не терпится их попробовать так интересно с авокадо открыла и посмотрите как здесь необычно и удобно лежат чипсинки что их можно вытянуть офигеть не скажешь что вкус авокадо в конце уже надела новый кардиган свой сейчас сделаю укладку и будем выдвигаться вместе и финальный момент вот в 23 года мне выпала такая возможность впервые познакомиться с собой пожить одной в целом всю вот эту жизнь прожить одной и такой возможности у меня не было потому что мы с 15 лет вместе мы всегда были вместе сначала я жила с родителями а потом сразу мы жили вместе никогда не было такого чтобы я жила одна я не знала что это такое и за эту неделю мне выпала вот такая возможность узнать что мне комфортно а что не комфортно и я для себя это тоже четко поняла я поняла на каком такси мне нравится ездить на каком не нравится в какое время что делать как общаться куда ходить обалдеть я я от этого кайфанула потому что я узнала себя и перестала перекладывать ответственность на кого-то потому что перекладывать ее стало не на кого и ты сама это все делаешь и взрослеешь уходит инфантилизм потому что когда долго в отношениях ты с раннего возраста когда ответ ответственность перекладывали за выбор за все 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 и толку ты даже не знаешь что ты из себя представляешь а сейчас я знаю и мне интересно как это повлияет на нашу жизнь на мою жизнь посмотрим увидим и думаю что это будет круто мне сейчас хочется поесть а потом я приведу себя в порядок красоту заправлю постель оденусь пойду гулять с собакой и думаю что там уже до ним приедет а этот локате будет очень интересно потому что он приведет мне много всего классного сделал там покупочки в икея да для дома потому что в икее мы были крайний раз когда у нас еще не было квартиры и еще из очень демо он привезет мне свитер и еще привезет мне кардикан который который заказал мне с пользоном об этом я расскажу позже что это куда это где потому что по секрету у нас появляется новый проект вечерний обзорчик чипсончиков итак это лейс первые давайте пробовать прям на камеру как блогера со вкусом значит бекона мы открываем вот здесь смотрите вот так выдвигается вот такая у нас красная чипсинка ребристая какая-то мега и пробуем у меня прям в этот момент заболел живот от того что ей надо здесь наверное но это очень вкусно они вообще не похожи на принглс ну как бы что то общее есть но у них вообще посмотрите абсолютно другая консистенция они намного вкуснее итак это рекомендацион увидели взяли попробовали если любите гадости next авокадо но здесь не просто авокадо здесь еще и горчица то есть авокадо с горчицей максимально странное сочетание как мне кажется то же самое выдвигаем смотрите сколько тут бум 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 много и пробуем сначала прям горчица идет а потом свежесть авокадо прям такая знаете немножко жирности авокадо потом такая нежность это космос это супер это класс иногда вот так попалываться экзотические хотя новые вкусы есть их прям каждый день не буду ставлю их для классного настроения для каких-то может быть компаний с подружечками посетить угостить их но это прям топчик следующее ребяточки орео без сахара без сахара орео посмотрите в каких штучках я не пробовала потому что я этому себе взял я в принципе орео не люблю но он сказал что это вкуснее чем обычные орео такие нигде не достать только купить в Китае ну посмотрите какие классные а у меня здесь три вкуса коки это такие палочки мне тоже они нравятся прикольные иногда похрустеть три таких вкуса с голубичкой с клубничкой и с матчей давайте попробуем с матчей потому что я люблю матча здесь у нас такой пакетик а два пакетика миленько 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 открываем застаем какая толстая палочка сколько здесь шоколада или что это обалдеть посмотрите миленько миленько это прям вкус маччи миленько миленько офигеть миленько миленько это очень вкусно я люблю маччи это офигеть браво а это браво следующая клубничная здесь один пакетик и он вот такой красивый цвет розового вы бы этот запах услышали посмотрите она вся розовая а пахнет не знаю это прям вкус какого-то клубничного геля для душа а здесь сублимированная клубника у клубники есть такая кислинка она здесь так хорошо чувствуется однозначно вкусно следующий вкус следующий вкус мои хорошие так и здесь снова одна пачечка давайте тоже ее откроем с видео пробую на камеру паучки-поки очень вкусно ой сладенькая ой а то что сами эти штучки цветные это тоже так здорово потому что они тоже имеют этот вкус это а пи д ребята а пи е еще хочу показать что сейчас после ковида меня пью витамины это витамин d и это сил цинк тампон цинк витамин е насколько я помню это все для иммунитета до витамин е цинк и силен а здесь чистый витамин d который кстати нужно пить круглый год это очень смешно я очень люблю пить воду у меня ночью она жду а стакана тут стоит а сегодня уже новый день и я обещала вам рассказать про новый проект который стартует и думаю почему бы это не сделать вот так в 8 утра только что проснувшись рассказать о новом этапе своей жизни очень символично сначала нужно очки причесаться все-таки вы достойны видеть меня красоткой объемчик ну вот не пижамка это так мило значит новый год уже совсем скоро ну что ж наконец готова вам рассказать присобралась сейчас работаю над созданием нового проекта который называется choice choice приводится как выбор и это онлайн или интернет магазин из обильных из обильных товаров из китая потому что это была моя история с этого я начинала свой путь еще 15 лет но потом когда случилась пандемия все закончилось потому что пропала возможность доставок и это вообще был такой бум никто не понимал что делать тогда у нас появился офлайн магазин а моей страстью моей страстью всегда был китай потому что я знаю сколько там есть поистине читая китай это место номер один вообще на планете по стилю и по изобилию выбора причем это не только одежда это и товары для дома вот 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 это все есть и конечно это цена потому что весь мир покупает все в китае все любимые маркетплейсы закупают все в китае все даже оптовые представители в россии покупают все это в китае все магазины которые есть покупают все это в китае а у меня есть возможность показать это вам и дать вам возможность выбирать это не переплачивая кому-либо и иметь доступ даже к тому чего в нашей стране нет потому что я знаю такие контакты и сейчас я создаю этот интернет магазин почему это интернет магазин да потому что ни один офлайн магазин на планете не может вестить столько сколько может онлайн сегодня мне предстоит задача делать сайт дальше это все нужно будет продвигать интегрировать запускать в работу путь будет сложный длинный учитывая тот факт что сейчас в целом мои дела плохо но в кризис всегда рождается что-то новое и что это вам донести обещала вам показать свой уход за лицом который помогает мне сейчас сохранять вот таким красивым и сияющим давайте начинать первое это бренд пусть а именно мицеллярная вода с помощью которой я снимаю макияж а именно верхний слой она мне действительно очень нравится хватает надолго покупала еще весной правда и посмотрите что же осталось следующее это пенки для умывания у меня есть вот такая корейская от холика холика это прям пенка и вот эта новая от пока что неизвестного мне бренда видите я еще даже почти ее не пользовала не открывала это гель пенка вот поэтому вот этой беленькой я пользуюсь уже очень давно порядка двух лет вот это совсем новая просто попробовать решила вот это бюджетная это не бюджетная разницы между ними нет выбирайте то что нравится вам но мне обе а это желейная маска от бренда люмине ее особенность в том что можно держать как 30 секунд так и 20 минут просто будет разный эффект такая гелевая маска очень увлажняющая особенно в зимний сезон и снова пусть и на рассветном солнце вот так показываю бренд пусть и мне в принципе нравится вот этот тонер уберу его уже второй или третий раз расход у него конечно очень быстро за счет этой помпы очень быстро заканчивается но это охлаждающий утренний тонер который выбирает отечность второй любимый бренд это шик этот крем нравится мне чуточку меньше чем предыдущий а вот предыдущий кстати не могу его сейчас нигде найти но он тоже прекрасно увлажняет здесь натуральный состав очень приятный аромат увлажнение правда хорошее а это новые ампулы вообще для меня открытие такая сыворотка вот в таких ампулках одной ампулки хватает на 2-3 раза в зависимости от того как вы носите носите там на шее или нет но это какая-то космическая технология абсолютная у меня новинка видите 2 ампулы попробовала но это какой-то космос и два фаворита выходят за губами потому что они страдают конечно в холодный сезон один на гелевой основе другой на масле обе прекрасные я пошла начинать новый день надеюсь вам понравился этот менюлок мы увидимся в следующих видео благодарю вас за просмотр и не забудьте поставить палец вверх расческой вот так вот кстати расческа литуаль очень хорошенькая подоград в наше время и не забудьте поставить